Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. 2 сентября. Информационная война. Сегодня 70-е годовщина окончания Второй мировой войны. Сегодня происходит празднование в городе Пекине, в столице Китайской Народной Республики. Туда уже приехал президент Российской Федерации Владимир Путин. И, в общем-то, эта дата является одной из самых значимых в цепи дат, которая, на самом деле, начинала 70-летие с момента начала Ялтинской конференции, которая, между прочим, предваряла учреждение Организации Объединенных Наций. Хочу напомнить, что кроме 70-летия Ялтинской конференции, 70-летия победы Советского Союза над Гитлеровской Германией, 70-летия победы как окончания Второй мировой войны, это вот 2 сентября, нас еще ждет 70-летие учреждения Организации Объединенных Наций, чему будет посвящена целая Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, которая пройдет с 15 по 22 сентября этого месяца, в этом месяце, и которая будет посвящена вот этому 70-летию. Мы живем в такой, в год празднования 70-х годовщин. Есть первый звонок в студии, добрый вечер, слушаем вас внимательно. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый. У тебя прекрасная передача, отличная передача. Вот. Ну, мне кажется, что очень много вопросов, допустим, по воде, по воде там, или еще о каких-то проблемах наших граждан. Это видно, мне кажется, в вашей передаче. Неужели какой-нибудь депутат или член Народного фронта не может создать подобную передачу, чтобы отвечать конкретно людям на их насущные вопросы? Ваши передачи, я считаю, более силаковской, научной. Мне бы хотелось, например, чтобы вы рассказали об истории Украины, о создании, скажем, униатской церкви. Провели бы она в родной современностью. Вот в таком плане. До свидания. Спасибо. Спасибо большое. Ну, я с вами спорить не буду, я с вами согласен. Я, по большому счету, специальный корреспондент телерадиокомпании «Крым», и, в общем-то, информационная война — это, ну, широкий фронт вопросов. И я, конечно, больше специализируюсь на внешней, на глобальной политике, на истории, на педагогике, на вещах, которые имеют большие временные рамки, а текущие вопросы, особенно внутренние, они, конечно, людей интересуют. Ну, это реалии. С другой стороны, то, что наша передача, она имеет такой формат прямого диалога, телефонная связь есть, и у людей появляется возможность, ну, задать какие-то вопросы, которые для них значимы, и отмахиваться от этого, ну, не получается. Хочу сказать, что у нас на телерадиокомпании «Крым» есть программа, которая называется «Открытая студия». Она транслируется, в общем-то, и по телевизору, по-моему, и вопросы можно задавать на сайте. Конечно, тут есть проблема, связанная с тем, что люди старшего возраста с интернетом вообще не дружат. И, собственно говоря, поэтому телефоны остаются, да, единственным источником общения. Кстати, хочу напомнить, телефоны. Плюс семь девятьсот семьдесят восемь четыре ноля двести шестьдесят четыре двадцать четыре девяносто девяносто шесть. Насчет истории Украины, это вы хорошо сказали, и на самом деле, я думаю тоже об этом, все никак не было повода об этом поговорить. Ну, во всяком случае, сегодняшняя дата, которая семидесятилетие окончания Второй мировой войны, а Вторая мировая война, мы уже это обсуждали, это несколько вложенных конфликтов, это несколько вложенных войн. А я сейчас об этом подробно остановлюсь. Хочу сказать, что, наверное, стоит сделать вообще исторический какой-то экскурс и как бы проанализировать на уровне и учебников официальных, на уровне скаллигеровской истории, на уровне, например, других взглядов на историю и как-то выработать общее такое, знаете, представление об истории, которые у людей лежат по умолчанию. Происходят же по истории некоторые споры в том числе. А по Второй мировой войне и вложенных конфликтах я поговорю. Сейчас давайте примем звонок. Добрый вечер, слушаем вас внимательно. Да, слушаем вас. У нас дороги не строятся, с вывозом мусора проблемы, вообще масса проблем, но с трудоустройкой населения тоже. Потому что заходят сюда же на биржу, там в одни спорты не пустые, ну, все разы нету никаких перспектив даже. Хотелось бы узнать поподробнее. Да, вопрос, конечно, к Минэкономразвитию Республики Крым. Оно, конечно, мне приятно, что ко мне обращаются по разным вопросам, причем широкого спектра, но я вам ответить на этот вопрос вот так вот в лоб, так, чтобы это было компетентно и с ответом, ну, чтобы можно было ответить за сказанные слова, я вам сейчас ничего не скажу. Я, конечно, понимаю, что развивать регион, это нужно прежде всего создавать рабочие места. Да, соответственно, поскольку мы живем не в Советском Союзе, то, соответственно, у нас с вами не будет, ну, такого планомерного учреждения новых рабочих мест. Что касается строительства дорог, этот процесс оказался медленнее, чем вообще представлялось. Это связано со многими вещами, и с банковской системой в том числе, и с переходом на тендеры. То есть там есть причины, которые связаны не с тем, о чем люди думают. То есть там коррупция, или там, например, не хотят строить, либо саботаж, это просто оказалось достаточно более медленным процессом. Что касается трудоустройства и безработицы, это проблема, безусловно, и решение ее лежит, как мне кажется, в создании новых предприятий, которые могут что-то производить. Это производственно. И поскольку это речь идет о сельскохозяйственном районе, то, конечно, переработка сельскохозяйственной продукции. Причем вплоть до того, чтобы продукты этой переработки могли стать на полку супермаркета. Мне кажется, выход в обеспечение работы прежде всего вот в этом направлении. Но это длинный разговор. И опять же повторюсь, это больше вопрос, который вы задали. Он, безусловно, интересует жителей Северного Крыма. Его надо, кроме того, что задать вслух в эфире телерадиокомпании «Крым», этот вопрос с возможными вариантами ответов нужно задать профильным министерствам и предложить. На самом деле, поскольку тема не обсуждается, и никто повестку дня не заявляет, то самое время документально задать такой вопрос. Еще один звонок в студии. Добрый вечер. Слушаю вас внимательно. Добрый вечер. Добрый. Дима, меня зовут Василий Евгеньевич. Очень приятно. Я по такому вопросу. Я знаю нескольких людей в Крыму. Один из них работает главой администрации, другой работает главой сельсовета, которые проклинают Путина, они живут на оккупированной территории и служат в Киевской хунте. Проклинают Путина, хаят Россию, проклинают Крым во всех своих выступлениях, во всех своих интервью и все остальное. И тем не менее, они имеют квартиры и жилье в Крыму. Вот я хотел бы узнать ваше мнение, Дима. Может их немножко щипануть и там немножко поубавить их этот бандеровский фашистский пыл. Как-то на какой-то правовой основе там подвезти ее и конфисковать это жилье и пусть продолжают дальше лежать одно место бандеров-фашистам. Вот как вы думаете, ваше мнение на этот счет? Да, вопрос понятен. Мне сегодня буквально в личке там в Фейсбуке написала женщина, которая в одном из городов курортных Крыма, не буду говорить, есть комплекс санаторный, да, там СПА, там всякие лечебные процедуры, и приехала женщина из Германии. Она родилась в Советском Союзе, вышла замуж и живет в Германии. Она приехала и такая русофильская, ну то есть любит Россию, настроена пророссийский. Она приехала, рассказала персоналу о том, что она из Германии и выслушала примерно то же самое, о чем вы говорите. То есть среди нас, среди граждан Крыма, есть определенная прослойка людей, которые там особо себя не выдают, но иногда их прорывает. Причем есть это среди чиновничества. Насчет отнять жилье, это я, конечно, понимаю, там общие страсти махновские, связанные с тем, что давайте-ка накажем. Что касается законных действий граждан Российской Федерации, которые видят угрозу государственной безопасности. А речь идет о государственной безопасности, потому что влияние на людей, это тоже форма информационной войны, работы с населением и так далее, и так далее. А государственный чиновник, это фигура, которая имеет определенные обязательства. Соответственно, если есть факты, если есть фактаж, фактология того, что было, что будет, если есть, можно составить акт, актировать. То есть, когда одному человеку страшно написать, он боится мести, то когда актируется, то уже не так страшно. И тогда не будет этой круговой поруки. Все молчат, никто ничего не рассказывает, а здесь учреждения, которые призваны заниматься контролем и надзором, в общем-то, ничего и не знают, что там у вас происходит. Поэтому, милости прошу, в прокуратуру, в УФСБ по Республике, Крым и городу Севастополь, у Франка, бульвар, сайт есть, есть возможность, даже не выходя из дома, документально все изложить. И обращение граждан, есть закон об обращении граждан. И я вас уверяю, что законным основанием, в строгом соответствии с законодательством, факты, которые имели место, если они имели место, будут проверены, будут приняты орг решения. Понятное дело, что процесс будет не одномоментный, но, тем не менее, если вы считаете, что имели место факты, угрожающие государственной безопасности Российской Федерации, то полный вперед. Вот сидеть и не писать, это тоже уже на грани, ну, видел о готовящемся преступлении, или о готовящемся угрозе государственной безопасности, и не сделал ничего. Тоже чревато. Еще один звонок в студии. Добрый вечер. Слушаем вас внимательно. Алло. Да, здравствуйте. Слушаем. Алло, здравствуйте. Слушаем вас. Я просто хотела вас спросить, но себя назвать не хочу по определенным причинам. А здесь вот торговля у нас идет под крышей, с самогоном, под крышей милиции, спиртом, наркотиками. Да? Тогда вот это что? Все под крышей. Можно по второму вообще действует там ячейка целая. Ну, понятно. Понятно. Ничего не могу сказать, потому что, знаете, ну, в эфире, не называя ничего, я допускаю, что это вполне может быть, потому что всегда все виды деятельности, как то, торговля наркотиками, алкоголем и проституция, это все крышуется, это крышуется во всем мире. И это такие виды деятельности, которые, знаете, черный но. Тут достаточно сложный вопрос, как судить. Если это имело место, то нужно искать союзников, нужно с кем-то поговорить в Симферополе, нужно как минимум посетить определенные учреждения для того, чтобы проконсультироваться. Если речь идет, например, о какой-то группировке, которая достаточно сильна, ресурсна там и может отомстить. С другой стороны, ну вот как-то так. То есть это длинный разговор, тут можно целую лекцию прочитать относительно, куда пойти, что сделать, но это не совсем формат нашей программы. В любом случае, граждане Российской Федерации, которые знают о преступлении, готовящимся, либо уже, они обязаны предпринимать какие-то действия, потому что на самом деле не деяние тоже чревато. В любом случае, стоит приехать в Симферополь. Я думаю так. Есть еще один звонок в студии. Добрый вечер, Слух. А, сорвалось. Вернемся ко второму сентября. Дело в том, что Вторая мировая война сама по себе, которая случилась в 1939 году, которая, в общем-то, считается официально связана с нападением Германии на Польшу, хотя до этого тоже были конфликты, которые были, предшествовали Второй мировой войне. Тем не менее, эта война имела три составные части. Во-первых, это была война инсценированная, инспирированная нападение Германии на Советский Союз. То есть, это была война двух держав Германии и Советского Союза. А у нас она называется Великая Отечественная война. И Великая, и Отечественная. Это прежде всего потому, что для нас, для наших дедов и прадедов, вопрос стоял так. Быть или не быть на Белом Свете. Речь шла о геноциде и уничтожении всех русских. То есть, все документы Гитлеровской Германии, которые, кстати, во многом сейчас продублированы и в материалах Британии, и Соединенных Штатов Америки, были направлены на то, чтобы резко сократить славянское население, занять эти территории, воспользоваться их ресурсами. И речь шла о геноциде. Мы победили в этой войне, и от смерти мы избавили и себя, и очень многие другие народы. Это составная часть Второй мировой войны. Вторая мировая война это еще и нападение милитаристской Японии на огромное количество стран. Геноциды этих народов. И третья составная часть, самая скрытая, которая была основой Холодной войны, это война Советского Союза против англосаксонского мира, против Великобритании и Соединенных Штатов. Как бы это странно ни звучало, мы все-таки союзники по антигитлеровской коалиции, но то, как эта коалиция складывалась, то, как открывался второй фронт, и как, собственно говоря, шло финансирование и подготовка этой войны, говорит о том, что это была не горячая, конечно, война в то время, но она на самом деле тоже была на жизнь и на смерть. У нас есть еще один звонок в студии. Добрый вечер. Слушаем вас внимательно. Добрый вечер. Это вы меня слышите? Да, да, да. Слушаем вас. Я звоню из Бастерая. Меня интересует вот, ну, не просто вопрос, а вот такое вот у меня, понимаете, высказывание. Взять хотя бы вот таких предателей Крыма, как Сенченко Андрей Владленович. Он по отчеству является носителем имени Владимира Ленина, чьи памятники, их соратники по всей Украине рушат. Он против предания статуса Донбассу. Обнимается с бандеровцами. Он является живым носителем имени Ленина. Ему там еще бандеровцы голову не хотят отшелить. Вот это у меня просто петит в душе против таких предателей. Да. Ну, что могу сказать? Я, конечно, не являюсь ни коммунистом, ни ленинцем, но я, честно говоря, изучал историю РСДРП и особенно этих двух крыльев швейцарского звена и русского звена, которым управлял Сталин здесь, на земле. А Ленин, в общем-то, курировал глобальные вопросы и, в общем-то, в основном занимался взаимодействием с глобальными элитами. Смотрите, фигура Ленина и то, что рушат его памятники, на самом деле символизирует прежде всего то, что на глобальном уровне принято решение стереть память на территории Украины. Память, независимо от того, что в учебниках, это долгоиграющая история, она затачивается прежде всего тем, что убираются реальные памятники, которые сразу могут вызывать вопросы, вызывать ассоциации, разговоры между семьями, там, среди детей и так далее, и так далее. Памятник — это гвоздь, который напоминает о прошедшем. О чем напоминают памятники Ленина? Памятники Ленина напоминают о нескольких декретах там землю крестьянам, заводы рабочим. Не сразу эти декреты были воплощены. Сейчас очень много появляется плакатов, связанных с тем, что большевики пришли не одни к власти в семнадцатом году. Есть такой определенный накат, но то, что Запад, который практически весь двадцатый век вынужден был вкладывать ресурсы в то, чтобы поддерживать социалку, а Ленин фактически в двадцатом году учредил социальное государство. Вот чего не отнять, Ленин много вопросов решил, стратегических. В него стреляли из-за этих стратегических вопросов, но самое главное, что в двадцатом веке было сделано, это то, что было учреждено социальное государство, которое на самом деле, даже несмотря на все войны и огромную потерю в населении, это был сплошной бэби-бум. После Второй мировой войны, после Великой Отечественной у нас был рост населения, лет с сорок пятого года до по девяносто второй включительно. В девяносто первом закончился в конце Советский Союз. И вот это социальное государство, вот эти принципы дать, накормить население, дать ему работу, обучить, воспитать, сделать человека, строителя будущего, при этом сделать творца, обеспечить образование, вот эти вот все вещи, которые на Западе на самом деле, никто их не не придает им такого значения. Там готовят консюмеров, покупателей в магазинах. Вот эта война против Ленина и идет. Убрать памятники Ленина и стереть через два поколения в памяти народа, собственно говоря, что этот человек сделал. Он много чего сделал. Он не послушался своего швейцарского лобби, которое его направило делать революцию. Он сделал по-своему, поскольку имел тоже влияние, на него имел влияние воинские кланы глубокого залегания из России, непосредственно русский генеральный штаб, вспоминаем, Бориса Михайловича Шапошникова и Иосифа Виссарионовича Сталина. Там очень много разных таких тонких вещей, но что касается персонажа, которого я не знаю, о ком вы говорите, но люди на самом деле сейчас делятся и по роду, и по образованию, потому что, чем заряжены у них мозги на тех, кто играет за глобалистов, стирающих память народа, и на тех, кто, может, и не коммунист, но в целом очень трезво, очень спокойно воспринимает историю 20 века. А история 20 века, как ни крути, это то, что Россия, будучи аватарой, в 20 веке называлась СССР, Святая Соборная Справедливая Русь. Она, мало того, что в космос полетела, она стала сверхдержавой, она выиграла в такой колоссальной войне, она объединила народы и, собственно говоря, вместе с Китайской Народной Республикой повторила границы вообще Орды. То есть, это колоссальный проект, который даже мне, вот человеку, мне 48 лет, я получил три высших образования, вот так вот, я особо и не вкладывался в это. Это была норма для всех. И вот это все Советский Союз, как ни крути. Поэтому вот то, что вы говорите про бандеровцев, про это идет такая война, в которой участвуют реальные люди, реальные персонажи, они вписываются в чужие сценарии. И вот мы с вами, даже находясь в Крыму, видим, у нас Ленин стоит, и это символ чего-то очень большого. А там уже памятники не стоят, их рушат, и это рушится по команде из-за рубежа. Есть еще один звонок в студии. Добрый вечер, слушаем вас внимательно. Добрый вечер. Да, здрасте. Я Исси Ли. Мы говорим обоих сфере, о инфраструктуре ничего не слышу. Ничего не слышу. Подойдите к окну или как-то найдите положение, при котором вас будет слышно. Хорошо. Ну, с инфраструктурой программами звучит музыка, и на 90% она состоит из песеном в республике. Да. Только на 10% вот сейчас песня на русском языке, да и то они дискотеки, а несчастные гусеницы, или алкоголь, дискотеческого содержания. И возникает вопрос, кто же мы, Крым это или Россия, или же штат Соединенных Штатов Америки. Неужели у нас в республике не встретим достойно электрического эфира русских, украинских, катарских, беденских, всех народных сияющих Крым? Я знала много русских украинских песен, и после вашего мусорного эфира в голове звучит достаточно англоязычная стихка. И из наших мотков получается вымывается вся наша русская. А молодежь, которую мы должны воспитывать в нашем духе, совсем не знают наших песен, которые мы, которые поотражали нашу культуру. Любовь к отечеству, патриотизм. Поэтому понятно, что молодежь хотят создать свой, создать свой родной край и стремятся уехать на Запад. Поэтому радио как упасть в голову где-то рак и щука. Вы говорите одно, а музыка пропагандирует совсем обратное. Помогите, пожалуйста, исправить такую ситуацию. А то за наши державы очень объедены. Спасибо. Да. Вопрос, конечно, очень серьезный, очень основательный и очень непростой. Смотрите, в чем тут дело. Я с вами целиком согласен в каждом пункте, кроме шкалы времени. Понимаете, в чем загвоздка? У нас было с вами время, когда мы западную музыку фильтровали, она к нам проникала только, знаете, мелодии, ритмы зарубежной эстрады по телевизору, а была, ну, такая, искусственно созданная среда, когда больше пропагандировалась наша и был большой спрос туда. Сейчас мы наелись англоязычной музыке. Безусловно, я вот сто процентов согласен, что музыка, которая пишется там, она и по ритмам, и по магии, и по всевозможным эзотерическим даже, так, есть такой термин, моментом она влияет на людей. Но, понимаете, общество инерционная система, то есть нельзя чего-то сделать в один момент. Есть определенные глобальные тренды, молодые люди слушают эту музыку. Глобальная индустрия музыкальная, безусловно, влияет, если не через радио Крым, так через ВКонтакт. И получается так, что в лоб эта задача вот не решается. То есть для того, чтобы пропагандировать нашу музыкальную культуру, надо в нее вкладываться. Встает вопрос, а кто заказчик этого? И я вам скажу, что заказчик этого пока что даже не сформулировался. И Министерство культуры этим не будут заниматься. Возникает вопрос формировать заказчика с земли, людей, которые в складчину либо как-то будут финансировать то, чтобы создавались новые музыкальные тренды. Или даже делать каверы на изнаменитые английские песни, но только делать их русскими. С нашими смыслами. Делать такую подмену. Это не быстрый путь. Это путь в несколько лет. Минимум в пятерочку, а то и в десяточку. Но это работу, которую надо делать. То есть упрек радио Крым, что оно повторяет и подстраивается под глобальные тренды, я его не очень принимаю, потому что так делают все. Есть определенная культура. Культура это информация, которая передается не по наследству. Это то информационное поле, которое доминирует в обществе. Соответственно, мы хотим, чтобы нас слушали, доносить информационную войну. Мы, естественно, вписываемся вот в это доминирующее информационное поле. Чтобы его поменять, вопрос, как его поменять? И вот здесь возникают социальные технологии, которые вот точно не шашкой махнуть, и чтобы с завтрашнего дня нам не перестало быть стыдно за русские мы или не русские. Ну, это такая манипуляция. Мы все прекрасно понимаем про русскость. Мы все прекрасно понимаем про Россию. Но мы понимаем, что вот этот массив вот этой культуры, которая уже 25 лет здесь царствует, мы просто так плечом не уберем. Соответственно, нужно придумывать хитрые маневры, которые позволят хотя бы в 10-летней перспективе это переиграть. Но для этого надо о чем заменить? Покажите композиторов, которые пишут те песни. Тут же ж не только исторической музыкальной культурой можно обойтись. Надо современные давать вещи. А их на самом деле большой-большой дефицит. Вот в это надо вкладываться. А так я в целом с вами, конечно, согласен. Просто, что это быстро мы не сделаем. А мне машут рукой, что уже пора закругляться. Я очень люблю много говорить. Да, в эфире была информационная война. Встретимся с вами завтра на радио. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова